Это аптечки у тебя. А где же твоя красная аптечка? Если ты не в курсе, это синий. Неправильная. Я просто знаю, где она у меня находится. Я даже красный крест пришел. Ну вообще да, она сливается с грунтом. Нормально. Ну вообще аптечки сверху рюкзака хранятся. Что начнем, кстати? Давайте с виновника торжества. Я ученый гениальный. Мы же от гадюк сейчас будем, да? Давайте укусим кого-нибудь гадюкой и будем оказывать первую помощь. Вот, есть доброволец. А я тебя хотел предложить. Так ты же поднял руку только что, Сон. Я к тебе потянулся. Ничего не знаю. Да, здравствуйте. А где палка-змеялка? Крышка есть. Палка-гонялка. Особенность гадюки заключается в том, что когда ты ее берешь за хвост, вот так, она не может поднять треть своего тела. Как бы это понятно. Если две, никакая гадюка, и щитоморники тоже не могут. А они тоже к гадюкам помогут? Ну, близкие. На третье не поднимается. Две гадюки в руках, это как бы уже варианты, когда они друг об друга закручиваются. Бывало так, что ловили по двее, и когда тут поймаешь гадюку, это вот еще одна, ты хватаешься сюда две, а потом, ладно, перебираешь, давай-ка возьму третью, и получается, что они оплетаются, и надо будет искать уже другого человека, который их заберет и пересадит. А это у нее жопка около твоих пальцев? У нее такой картинки хвостик? Собственно, особенность. То, что не поднимается, если увидели гадюку, ну, слегка так зафиксировали, как-то там, и палочкой, ногой наступили, и потом спокойно взяли за хвост. Как, собственно говоря, правильно ее брать? Берете нормальный гриппатологический крючок, который у вас с собой нету, к сожалению, я тоже его с собой не ношу, потому что, собственно, сейчас он мне нужен. В тропиках я его не ношу, потому что это палево, сразу поймут, что это такое, и будут смотреть. На спарках, если будешь ходить с крючком для змей. Вот. А в России он как бы и не нужен. Единственное исключение, это когда герза, но ее фиксировать, как обычно, гадюк не получится, потому что они пробивают. Это все-таки не выпер, а макро-выпер считается. У них другое старостроение черепа, и брать ее по классике не получится. О, зеломи, в смысле? Да, потому что она может пробить. Ее можно брать, но я не сторонник. А пробить чем можно? Зубами. У нее зубы большие довольно-таки, и все. Гадюк вот этот берется банальной палочкой, фиксируется. Ну, желательно, конечно, подлиннее, чтобы взять палочку, но такая пойдет в данной ситуации, что делать. Ладно, сейчас переложим ее. Ей не нравится, нашел. А, не нравится, что подлиннее возьму. У тебя не профессиональная палочка? Да, подожди-ка. Здесь крючок? Вот, нормальная палочка. Зафиксировали голову, у нее собака страшная нахваталась. Мы почистим сейчас чуть-чуть, а то некрасиво смотрится. Мы так одну снимали уже, да, Леш? У меня одну, так сказать. Ну да, к сожалению. Она ползала по снегу, мы поймали ее, а потом раз она не кидала. Ну, у меня просто зубы было, вот, со мной, испытающий. Или на шланге. Ну, то, что эта гадюка видно, кроме узора. Вот у нее зубки, гравитые. Клыки. Он слепный, гораздо опаснее. Они кусаются такие. Почистить, грязная какая-то. Это мы просто ее, это, испачкали. Ну, как она, собственно, делала? Она просто маленькая, вот так вот, за шею берется. Вот так вот держится. Сдавливается прям так, да? Она маленькая, по-другому не получается. Вот просто берешь, аккуратненько ее, зажала голову, не зажала, а прижала слега. Она сама себя укусить может? Может, но ничего страшного. Она может другую укусить, тоже ничего страшного. Ух ты, палка-змеялка какая-то. Вот это даже сложнее ей. Это большая, слишком. Спасибо. А слишком иноку? Это уже палка убивал. Вот и палку можно зажать и захвозь взять. Удобно. Потоньше удобнее работать. Тонко, не надо. Ну, перекатил, грубо говоря, за шею, вот видишь, шея. Вот она. И туда, под нее, свои пальцы вот так вот. И взяли. Вот и можно уже почистить. Тестовая змея. То есть, каждый может сейчас попробовать поймать. Можно его убить? Зубки она не выставляет сейчас. Ну, она как-то не особо показывает. А и так у нас определится доброволец. Я поняла. Вы можете попробовать ловить, если ничего сложного нету на самом деле, фиксировать. Вот так вот, ничего страшного не будет. У нее сейчас с другой стороны. Ну, кстати, вот она уже сама показала, что это самец. Самец. Ой. Они вылезли. Короче, если нравится. Да, они такие. Во-первых, они парные. Подержи. Оно уже улезло. Он сейчас покажет все равно. Он в охоте. А он не пахнет как уж? Сейчас пописим. Достанем. Собственно, это было ясно сразу, потому что у всех змей два пениса. Называются они геми-пенисы, они парные. Находятся они по бокам. Вот оно, анальное отверстие. Откуда они ходят в туалет. И по бокам у них пенисы. Соответственно... Они фактически в чехолках. Да. Это особь практически взрослый. Полозрелый самец. Ему года три. О! Он дубки выстрелит. Вот. А можешь немножко руку не шевелить, я просто макро тоже видюсь. Угу. И тут отолчение. Если бы это была бы самка, был бы небольшой перепад по-другому. И таких толстых за талакой не было бы. Потому что здесь длинные, большие пенисы, они шипастые у них. Как они фиксируются, оплетают друг друга. То есть, картинки есть в интернете. Ну, она их вынимает. Они реально прям танцуют. Эти все-таки, так называемые, брачные танцы, брачные бои. И потом они оплетаются и, соответственно, вставляют гемипенисы в свои гемиклитеры самкам. Так идет процесс размножения. Ужики, 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 ужики. Соответственно, когда он в охоте, в принципе, никого носили не надо. Одним пальцем отступили чуть от хвоста и посмотрели. Вот они, большие и шипастые. У самок бы, соответственно, ничего такого подобного бы и не было бы. Это можно легко проверить с задированием, если вы боитесь выдавить. Но сейчас вообще-то все элементарно. Просто, легко и просто. Может, сами попробовать. Дорогу вылезет, вот. Он в охоте до сих пор. То есть, как бы, поздно осенью, скорее всего, этого уже не будет. Ранней весной еще не будет. Средняя весна, апрель, май, июнь. Как раз вот такие. Когда в марте, я не сказал. Тоже застоянные. Начинаются они положат, когда лежит снег. Лежит снег, ты ходишь, смотришь, они на проталинах греются. Они еще в руку. Они дергаются, уходят. Возьму средний зонт. Черт. Папарашечка, наверное. Получился? Все, зубки получились. Вот этот. Маленькие такие. Вообще пол обычно определяют те, кто хочет играть в разведение или куда-то еще, или для научных работ. То есть, ты пишешь работу, тебе нужно сравнить популяцию, сколько самок, какая у них активность, тогда пол определяется. Ну, или для интереса. То есть, цель определения пола могут быть разные. У нас сейчас нет ни тех, ни других. Ну, просто учимся поделать пол. То есть, нам ни в разведение не нужно. Просто маленькие проклятые извращенцы. Работу мы делали когда-то. Да, да. Хотим посмотреть и пищевые. Половые органы. Это все элементарно. Вазелин. Это спасатель. Всегда есть время для вазелина. Вот. Он, на всякий случай, рано заживляющий. Если мы его проткнем. Да. Берется, голова по-прежнему держится. Сперва сюда. Потом два обратного алтонального отверстия. Не видно за рукой. И потихонечку пропихивается. Сейчас покажу, как она входит. Вот я фиксирую. Вот она выходит. То есть... Не видно. Давай покажем. Сейчас глубоко у... Да. У самок заходят... Влагалище для пениса. Гемипениса. Да. У влагалища, у самок, короткое. Буквально на 2-3 щитка. И дальше зонды не заходят. Казалось бы, но вот именно так это и есть. То есть у самца находятся гемипенисы. Они требуют больше места. И легко... Они не по центру, соответственно, они по краям находятся. Тональное отверстие. Берется зонт. Аккуратненько ведется, смазывается. Вот так вот прям нажимаете. Идете. Фиксируете. Вытаскиваете. Считаете. Тут считать даже не видно. Не надо. Все видно, как он идет. Явно больше 3-х щитков. Порядка 8-9 щитков есть. А у самки будет где-то около 5-ти миллиметров. У самки он бы зашел вот так бы. Все. И дальше он упирается и не льет. Да. Сейчас мы уже посмотрим. Есть возможность сделать у самки самца. Но тогда, скорее всего, понадобится именно спасатель. И она будет хреновая. И самки самцам. То есть, надо вот прокнуть. Проткнуть. 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 Попробуй. Попробуй. Это все на самом деле легко. Я голову подержу. Ребят, пробуйте. Не стесняйтесь. Я голову держу. Самцы сексуются очень легко. Гораздо легче самок. Бояться нечего. Мне идея, если просто смотреть. Держи зон. Я люблю смотреть, да? Я люблю смотреть. Тебе будет проще, потому что я держу голову. Берешь сам хвост и пробуешь. От себя, соответственно. Нет, не в ту сторону, а на себя, в область хвоста. Иногда можно поворачивать змей в области головы. Под более пологим углом, да? И сбоку аккуратно переставляешь. Сбоку, да? Сбоку, да. По щитоку. Ну, может так развернуть сперва, если неудобно. Это был его самый неудачный день, по-моему. Это, ну, не пляне бы сказано. Ну, в общем, как. Не страшно. Не больно. Да, я почувствовал, где он закончил. Первый раз не пидорас. Так, тут дети. Что-то он там покушал, кстати. Будете проверять? Ань, будешь проверять? А что-то немножко покрадывай. Бери, бери. Это не страшно. Голову я фиксирую. А просто надавливайте, чтобы гемпинусы вынесли? Можно, можно. А он уже все показал? Нет, во-первых, уже все видно, что самец. Видно визуально, потому что видно, что за анальным отверстием утолщение. Когда ты берешь их много, спокойно веди по бокам сбоку. Веди, веди, веди спокойно. Сбоку и ведешь. С права влево вставляй и ведешь. Не по центру только. По бокам. Он просто самец, верите, еще пытается пролинять. Сердца были гонзиозные палочки. Полинять, найти самку. Он, может быть, уже нашел самку свою. Ну, все. Ну, фиксируй пальцем. Кто из нас? Возле анального отверстия. Вытаскивай и считай. Ну, тут видно, что явно больше трех. Щитков, щитки видны? Да. То есть, сексовать, в общем-то, несложно. Любой может определить, кого. В принципе, у любой змеи. Он, этот, хвост, обрезать или иначе. Да, да. Ребят, давайте, предлагаю его влажным сделать, он побольше. У него из головы он там все. Покажи, секундочку. Надо его отмочить чуть-чуть. Да, он. Поденьте водичкой. Давай водички, да, он сейчас. Прикроем пока. А потом отпустим. Я хотел видео заснять. Может, мы поможем полинять и видео заснимаем. Не надо ему помогать. То есть, еще и шкуру из него спустил. Там началось ходить не очень хорошо. Поймали, отмочили. Содрали шкуру. У нас до сих пор нет нормального видео с гладюками. Я тебе вот это видео снимаю. Вот. Ну, это такое, конечно. Давай его отмочим чуть-чуть, Леш. Ну, многоговорящее лицо Артема. Ну, скажи, что ты хочешь к Лучику обратно. Ты вот понимаешь, ты сейчас ему два слова предложила. И его быточеные. Ого, понесло. Ну, да, они выделяют иногда. Когда мы переворачиваем, собственно, любую другую змею, в данной ситуации уже то же самое на примере с гадюкой, видно, здесь у самца было бы толстое, а у самки за гладкой тоненькое. Тоненькое, аккуратнее, изящный хвост. Да, а у самца были бы толстые-толстые, где бы были время принесы. Зато у них там много места для параклокальных желез, они у них больше. Да. Самки более вонючие, чем самки. Соответственно, это при таком размере уже было бы тоже года три. И он бы был бы почти полозрелый. Где-то столстуха. Самки, самки, может быть, два года. А уже было бы самку два-три года. Самцы у них меньше разом 2. Самец уже бы в таком размере повозрелый был. Да. Соответственно, то же самое. Можно брать зонды потолще-тоньше. Простите. Для салата. А мне потолще, по пупу есть тебя. Мне на салат. То есть ты и в нее сейчас тыкать будешь? Почему я? Выбучим. Ну ты хоть протри. Я другой беру. Я бы протерну, но у меня нет. Ну, с самкой надо осторожнее. А я беру медицинский. Нет, я говорю, что вообще. Ты говоришь, что сразу всем тыкать. Можешь голову держать на всякий случай. Перевернули. Можно в сторону головы. И на разворот. Сбоку. Даже два щитка не лезет. Все совсем маленько. Совсем. Она не хочет лезть вообще никак. Девочка, поди. Ну вот. Сейчас еще раз. Подруга расслабилась. Ну, два щитка максимум. Максимум три. Вот она заходит. Как бы у самца бы, оно пошло бы со свистом. Уже бы так было бы. Соответственно, я думаю, сейчас пойдем поищем еще уже. Уже и гадюку скрестить нет не получится. То есть, это как-то на культуре положить. И можно будет. Это все наш человек и арангутан. Это не так работает. Ты потом вырежешь, ладно? Нет? Ну, вообще нормальный вопрос. Мне тоже интересно. Люди старались, конечно, скреститься с арангутанами. А дальше я добирал просто набор сам. Вот это, по аптекам медицинским. Это зонт пуговчатый. Разный там. Это уж и мой пуговчатый, я уж не помню. Столько раз собирались, терялись, находились. Один знакомый сделал. Не, я делал.